Приведение домов к единому архитектурному облику началось 3-4 года назад. Тогда было много недопонимания и недовольства со стороны жителей Сочи. Часто задавали вопрос, а зачем это нам надо? Сейчас, когда многоэтажки обновлены, покрашены фасады, заменены кровли, вместо заборов красивые цветочные кломбы и настроение изменилось. Осталось научиться все это сберечь. Сегодня мы очень хотим, чтобы все то, что построено всей Россией, потому что именно вся Россия оказывала помощь сочинцам в приведении города к олимпийскому виду, чтобы вот эти старания всей России по-хозяйски использовались. И поэтому мы очень хотим, чтобы наши жители были бережливы, чтобы они понимали, что для города Сочи самый главный инвестор – это турист, а турист приезжает туда, где его гостей приемно встречают, где ему хорошо, где ему красиво. И поэтому это все, что сделано сегодня, надо сохранить и даже приумножить. Прежде чем приступить к ремонту, архитекторы выдавали предписания и эскизы, как многоэтажный дом должен выглядеть в общей городской концепции. Определились, что крыши домов будут коричнево-красных оттенков, а сами дома – теплых натуральных тонов. Детские площадки, как и положено для малышей, яркие, разноцветные. Многие страны, многие города к этому шли веками. Чем славен остров Санторин? Своей белизной, какими-то синими окошечками акцентов. Чем славны пригороды Люксембурга? Да, своим разноцветием, от ярко-оранжевого до фиолетового, до черного. Но опять-таки существует общая концепция. У нас этой концепции не было. И, конечно, единый облик, он назрел. Таким образом, было обновлено по олимпийской программе 800 многоэтажек, 1200 офисных зданий за счет бизнес-сообщества и 5000 индивидуальных построек. Частники уже за собственные средства приводили внешний вид своих жилищ и гаражей к единому стандарту. В начале декабря мы его утеплили, покрасили. Крыша у нас сразу же была готовая, коричневая, поэтому крышу мы не трогали. Вот только сделали, благоустроили дом. Мы согласовали с главным художником города. Тут немножко они нам в этом плане помогли. А остальное мы сами, как собрали между собой средства на брусчатку, вывезли мусор и постарались сделать всем людям приятно, которые проходят, которые к нам приходят. Просто им нравится. Да и ближе к центру хочется, чтобы оно выглядело достойно, будущей Олимпиады. Поэтому мы старались и для себя, и для города тоже. Жители домов улицы Кирова не скрывают. Потратились прилично. Маргарита Павловна не поехала в этом году даже в санаторий. Но зато теперь сама не налюбуется на свое жилье и цветы под окном посадила новые. Соседи тоже хвалятся. Хватило времени и на ремонт, и на огород, который разбили тут же под окнами дома. Вырастили и помидоры, и морковь. Рассказывают, что на Олимпиаду в 2014-м приедет много родственников. Будет и им чем удивить земляков из Сургута. Архитекторы продолжают работать над тем, чтобы Сочи отвечал всем требованиям международного гостеприимства. Каждый собственник получил не только эскиз дневного оформления, но и ночной подсветки объекта, входные группы, реклама, использование прожекторов в освещении зеленых насаждений, использование светодиодных шнуров для выделения входных групп. Это все очень приветствуется. Мы должны понимать, что город Сочи не только днем должен выглядеть достойно, но и ночное освещение должно подчеркивать его курортное направление. В списках еще 300 объектов в зонах гостеприимства, которые нуждаются в ремонте. Сейчас идут постоянные проверки и анализ сделанного. Так называемая генеральная уборка города будет продолжаться вплоть до Нового года.